скажем тогда а как можно писать вы про чё пишите книги просто интересно ой на самом деле книги детские я просто книжки я в душе еще ребенок не 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 я это я с вами абсолютно согласен и даже тогда как говорится еще вас пойму потому что знаете мне больше всего удивляет когда встречаюсь но вам где-то возраст лет 20 чем-то да ну вот а мне там 50 чем-то уже там вообще капец то есть и было у меня в жизни вот так вот до хрена а когда выходишь вот у нас есть тут всякие тоже такие типа book stores да и там всякие молодые авторы или еще чего-нибудь а при этом особенно вот здесь у нас на декитере такой bookstore есть это самое там есть такая кафушка честно ключ уютно огромный такой магазин он единственный пока мисс остался и когда-то их было дофига я иногда туда захожу и ну смотришь какая-нибудь там типа творческая встреча мне всегда поражает или какая-нибудь дама да который вот тоже там 20 чем-то лет и она пишет про жизнь ох она в жизни видала там яма я дурею и только куда бредятина да вот это вот которая еще недоосознанная но она это уже в книгу выложила а вот естественно по эти полуисторики и тому подобное как я тут насмотрелся особенно на одну даму она тут себя считает по как его и поэтесса и писательница и так дальше которая там пишет про ужасы советского союза и так дальше она в нем даже не родилась но она точно знает как оно было потому что где-то начиталась всякой херни это вообще этого и самое забавное извиняюсь сейчас доскажу это когда вот какая-нибудь вот такая вот огромная дама в 400 килограммов и в 3 кин 3 метра в обхвате естественно пишет книгу сексуальную какую-нибудь потому что секс и как она надо я вы научу вас это у нее секс был может быть один раз случайно это то потому что кто-то проиграл кто да не то что у нее по пьяни это просто у мужиков кто-то по пьяни спичку не ту вытащил понимаешь да поэтому как говорится чувак извини не ту спичку вытащил все и диван кто так что это и давай книгу писать сразу я стараюсь больше детский потому что у меня уже еще и ребенок я прям полноценный ребенок такой я классно я скажем там мне 20 вот прям ровно 20 война началась в украине мне было 11 мое детство в том периоде и остановилась то есть все это я завелась в воде а что случилось у вас в 11 лет война на нодбассе вся фигня я жил там проживал под обстрелами под этим всем и как бы не погулять ничего такого ну ну не сделать то есть выйти на улицу было страшно потому что ну элементарно там летала все что угодно и я как-то в этом периоде так остановился я вроде бы я осознавал что происходит но в то же время у меня детская душа до сих пор ну и оставайтесь честно говоря лучше так чему упереться в какую-нибудь бандеровщину или еще чуть-чуть ерунду лучше извините за откровение я к этому нормально потому что люди когда начали верить в сатанизм какой-то сами понимаете это хуже всего я я тот самый человек которому через год 21 а мне кажется что мне еще там 11 богом 21 скоро можно уже ехать в америку и зайти в бар потому что здесь до 21 года нельзя в бар заходить это страшно кстати это кстати вот интересный такой парадокс я часто об этом говорил особенно молодежи и понимаете как интересно вот в америке 18 лет можно пойти до в армию и погибнуть день там в ираке но нельзя пойти на дискотеку потому что на дискотеке продают там где-то алкоголь вот надо дождаться чтобы тебе было 21 какая-то вот несоответствие курение с 17 получение то есть ну разрешение на оружие тоже с 18 водительские права я там не помню там колледж водительские права вы с 14 запросто на можно даже раньше в зависимости там но это там такие зависимости так называемых там restrictions issues то есть это в основном 14 американская виза да нет я у меня паспорт а вы гражданин сша не счастье тяжело вообще гражданство получить да насколько ну сейчас все поменялось и основание поменялись и так дальше просто насколько я знаю типа для людей с украины сейчас ну гражданство сша получить довольно таки легко нет грин карту не гражданство гражданство все равно определенные требования а с точки зрения получить визу это да кстати для россиян тоже россияне тоже сейчас мы под тему которые вот бегут там через границу перебегают под тему что якобы их там заставляют идти воевать вот то они имеют право подать на политическое убежище кстати они имеют право подать на политическое убежище даже больше у них шансов получить политическое убежище чем у украинцев украинцы потому что как бы ведь нет уже официального как говорится признание войны ну то есть официально война не объявлена да поэтому а что такое ну как говорится любой статус это все-таки работа с документами то есть официально нету дал как бы в украине войны гражданская к это война или еще чего-нибудь почти не признается поэтому как ни странно то есть зависимости как адвокат или как вы напишите документы так и ваш кейс сложится ну ваш файл соответственно интересно как турист можно туда поехать никакого большого я не хаю америку ни в коем случае америка очень интересная я четко подразделяю что америка это континент в нем живут американцы это люди есть американское правительство причем разного уровня то что вот там все чеканулись и как говорится они все не нажрались и что-то там непонятно что-то творят по всему миру это одно сами американцы они кстати чем-то похожи на тебя не как дети они верят во всякую фигню понимаете у них кстати и уровень примерно как у тебя ну 11 лет только во всем ну серьезно понимаешь вот сейчас они там многие да мы помогаем украине вот я по офису у себя хожу иногда прикалываюсь там раз им карту на русском языке игру кому помогаете-то никто из там не знаю почти сорока человек у меня не показал кому помогаем игру такая не понял почти 100 миллиардов уже там то дали 30 то дали 20 то остается там почему же 100 миллиардов ушло дороги все расхерачено блин криминал растет цены растут бензин блин неимоверных денег стоит понятно помогаем украине ладно может быть идея какая-то а кому кому где где никто и не знает да я опять-таки сейчас ничего не хаю я просто говорю как ну как ситуация если честно она если бы да у меня был бы наверное оператор или как говорится друг друг какая-то команда может было бы очень смешной ролик на эту тему снять понимаешь потому что ну просто кобздец да я много блогеров видел которые подходят там с глобусом показывают типа где украина они все они не знают это они свои вещи то особо не знают это кстати вот какая-то уникальная у них фигня они верят по-прежнему знаешь вот тупо верят что именно у них только демократия как это вот как тоже как ты говоришь как сказка какая-то ты еще в другой стране не может что ли и быть нет у нас лучше почему вот у нас свобода начальство свобода чего все свобода слова игру какого которого слово которому который даже нельзя произнести бывшему президенту америки которого везде заблокировали фейсбуке и тому подобное а пошел ты нафиг ну ладно чё вот мультики здесь возвращаясь твоей теме очень тоже странные но ты сам понимаешь что допустим сравнивая мультики ссср особенно да да и мультики какие-то то губка какой-то за спанч боб боб спанч да то есть то какой-то там человек саны грейфины да какой-то такой вот да но симпсон он по смыслу чтобы понимать мультик симпсона я считаю на это все-таки в америке хоть чуть-чуть пожить потому что он и так прикольный то юмор но когда ты понимаешь еще прочел ты знаешь что вообще кажется догоняешь это то же самое я когда вот приезжаю или там иногда включая квн до современный вроде бы я старого поколения когда был первые квн и это все было так здорово ну и потом как-то по привычке иногда смотришь а если я сейчас включу квн какую-нибудь игру я вообще не буду догонять шут потому что я допустим но отсутствую там я не понимаю про чего не шутят и в симпсонах примерно то же самое понимаешь надо немножко да понимать это самое все равно что так что так мультик прикольный пока что ну я согласен я говорю что прикольные конечно у них там вот именно они извят там очень конечно так здорово то же самое принципе любые фильмы ты смотри мы голливудские фильмы в основном все смотрим как бы но могут конечно чего не говори американцы конечно могут снимать и акцентировать на снегг вот ты смотришь вот это и ты не видишь что по сторонам а вот ты попробуй пересмотреть любой фильм который даже теряiza и постарайся посмотреть по сторонам и вот ты уже видишь вот он прилет по нью-Йорку как это изначально воспринимается раз начинаешь смотреть по сторонам он идет по нью-йорку которые завален мусором какие-то крысы и еще че-то блин нафиг и так дальше и дальше и какое-нибудь там Брус Виллис, блин, нафиг, заходит к себе, блин, в какой-то трейлер, блин, в котором он, оказывается, живет. Да, есть такое. Понимаешь? Или там скандал, ну, сам понимаешь, в семье, потому что кто-то что-то там не заплатил. Или любой фильм почти начинается с того, что у нас забирают Ренчо. Все, наша Ренчо будет забрана, мод надо где-то. И, естественно, дальше начинаются мультипульки, в том плане, что он куда-то едет в Лас-Вегас, выигрывает и потом все оплачивает. Вау! Вопрос. Сколько вот таких забирают, как говорится, ферм? Да хрена! А сколько их в Лас-Вегасе выиграло? Я в Лас-Вегасе живу. Поверь мне, маловато. Хотя, помню, случай... Один на миллион. Я, честно слово, помню случай. Это было блин, наверное, то ли 90-е годы, то ли самое начало 2000-х, очень давно, ну, то есть лет 20 назад, когда прямо аж по телеку показывали чувака, который продал дом в Калифорнии, приехал сюда и все деньги поставил, как говорится, на черное-красное, грубо говоря, в рулетку. И в том плане, что или-или, типа, или вообще на дно, или это самое. Вот. Но выиграл. Прямо по телеку везде показывали, тому подобное. Повезло. Повезло, да. На самом деле, тоже казино это такая тема, которую, ну, смотря во что играть. Если в покер, то там надо карты считать, хорошо. Математика там, это все для покера. Рулетка. Рулетка это такое себе. Рулетка зачастую, ну, мы не видим самого механизма, механизм может быть подстроен. То есть, как бы, тоже такое себе. Автоматы, слоты вот эти, это вообще бредятина, последняя, это, ну, его нафиг. Лучше уже выучить математику, там, высшая математика, вероятности, комбинации, и покера. Покер это самое надежное, самое надежное, что может быть. Ну, надежное, и хоть какое-то логичное. Да. Сидеть у автомата, дай мне денег. Ну, то же самое, открывай холодильник, и кричи, дай мне денег, и закрывай холодильник, да, ну, в принципе, ну, может, конечно, случайности быть, я их насмотрелся здесь дофига, но сейчас тоже все очень изменилось, особенно, ну, вот, я говорю, лет 15 назад, особенно в Вегасе начало, появились столы, которые с лимитами, да, то есть, у тебя лимит на то, чтобы минимум, и лимит на максимум, вот, а раньше не было ни такого, то есть, если человек вдруг удваивал ставку, да, чтобы вернуть свое, понимаешь, да, про что я говорю, вот, то он, соответственно, всегда, если что, возвращал, если у него есть запас денег, а сейчас лимит, ты поставил штуку, а у тебя лимит, допустим, три штуки, ты раз проиграл, тебе надо, соответственно, это самое, ставить уже две штуки, да, в следующий раз, или там три, еще если проиграл, а у тебя уже лимит, и ты уже все, ты, получается, уже проигрываешь, это вот, не было такого, понимаешь, в Вегасе, ну, я давно здесь, я с 95-го года в Вегасе, поэтому я помню Вегас, когда еще, Вегас, когда он расцветал, да, в самом расцвете, теперь здесь и магазины закрываются в 12, после пандемии вообще все изменилось, вообще как-то я замечаю, Америка, она, понимаете, делится на Америку до 2001 года, до тех событий, которые произошли в Нью-Йорке, после этих событий, потом до 2008 года, это вот, так скажем, вот такое какое-то еще непонятно, немножко та, но все это видоизмененное, и что-то там боязнь чего-то, очередной кризис 2008 года, которое падение недвижимости и тому подобное, все поменялось, чертям собачьим, вот, ну и сейчас медленно-медленно-медленно катящееся все вниз, в результате упирается это, так скажем, в дизентерию, давай так назовем, чтобы нас не оборвали, вот, и после этой дизентерии, так скажем, вообще ничего не узнаваемо, ну и с нынешними событиями, это вообще беспредел какой-то, потому что уже и любой бизнес, даже в банках, тебе просто говорят, иди нахрен, а мы не будем это делать, ты приходишь и говоришь, дайте мне выписку, это было нормально, это было всегда, дайте мне выписку, вот, вот я хочу у вас получить выписку, и через 5 минут снять деньги, дайте мне еще одну выписку, и тебе давали, а теперь говорят, а мы не делаем этого, иди ты нафиг, трендец, и ты идешь, понимаешь, это я говорю о таких больших банках, допустим, типа Chase, US Bank, я не говорю, кстати, в малых банках еще более-менее пойдут, на какие-то такие милости, а это корпоративные, вообще капец. Мы покупали, я не помню, не помню торговую площадку, но покупали банковскую карту, не помню именно на чье имя, ну, которые продаются в интернете, скажем так, запрещенном в темной стороне интернета, покупали за, ну, за копейки, честно, там, что в районе 45-50 долларов, карта была American Express, или как это так называется. Ну да, есть такое, вот, не знаю, но пока что на эту карту платежи приходят, выводят. Выводите. Ну, в Украине-то, кстати, не проблема, в Украину, кстати, до сих пор можно деньги перевести до 1000 долларов, бесплатно, а вот в Россию, и заплатишь, не переведешь уже теперь, это раз, в Украину по-прежнему можно отправлять посылки, особенно если, как говорится, якобы, в помощь, там, чего-то. Я слышал, что если это... Причем такие посылки огромные. А я вот хочу бобинник отправить, честно, вот у меня даже бобинник, видите, там стоит. Вот. Ну, просто... Жалко, сорвался пацан. Так, не надо алкоголика нам. Так, повторю. А я вот хочу действительно бобинник отправить, как я и хотел сказать, то я не могу найти, блин, нафиг. Или мне говорят такую сумму, что думаешь, уже нахрен надо его отправлять. Короче, получается его продать, и там, может быть, купить. Дело не в бобиннике, понимаете, что он мне там нужен или еще что-нибудь. Просто поймите мне правильно. Знаете, иногда вот что-то берешь, потом разберешь это все, почистил, ну, вложил душу, да, вот все, она заработала, класс, ты у тебя такой кайф. Это твое какое-то, как детище какое-то. Для меня мой вот этот бобинник, который у меня стоит, я его не слушаю почти. Иногда включаю, так, потому что надо, да, чтобы перемотка там работала, вся эта ерунда. Вот. Чтобы, как говорится, не закисло у нас тут все высыхает. Но, вот это, кажется, хотел бы с собой взять. Раньше это было вот так, на раз-два, а теперь нет. Меня это должно закусывать? Должно. Ну, меня и закусывают. Что не так-то, блин? Надеюсь, вы меня понимаете. Для тех, кто меня понимает, вот, отдельное спасибо. Отдельное спасибо, кто меня поддерживает. Ну, и, пожалуйста, обратите внимание, надо ставить лайки и, пожалуйста, пишите комментарии. Хотя бы, типа того, что просто комментарии. Вот. Потому что на меня явно, на, так скажем, платформе ютубовской очень сильно наезжают. Меня специально запихали в тень. Меня специально механически и автоматически отписывают людей. Просто бред какой-то. Ну, что могу сказать? Если не вы, то мне никто не поможет. Спасибо огромное. Спасибо за понимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok